Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Это стихотворение Степана Щипачева было очень популярным в 50-х-60-х годах у советской молодежи. Какая песня сложилась у супругов Гинсбургов за 55 лет, узнавала наша съемочная группа. Лев Давидович и Клавдия Константиновна с утра принимают поздравления. 55 лет вместе и в горе и в радости. Слава Богу, радости было намного больше, чем в горе. Они познакомились здесь, в Чебоксарах, когда молодыми специалистами приехали на завод имени Щипаева. Он уроженец Белоруссии, она из Подмосковья. Я ее увидел, их приехала довольно большая группа, они на первом этаже в квартире приезжих были. А я уже в это время в общежитии мне место дали. И я проходил мимо, и вот в окошке девчонки красивые, молодые, все такие привлекательные, и она среди них. И чего-то глаз вот на нее прилип, и так и остался. В семейных альбомах фотографии детей, внуков, многочисленных друзей. Оба всю жизнь работали на Чапаевском заводе, жили на Чапаевском поселке. Многие из тех, кто пришли сегодня поздравлять Гинзбургов с изумрудной свадьбой, выросли у них на глазах и хорошо знают эту замечательную пару. Памятную запись о 55-летии семьи Гинзбургов сделали и в специальном альбоме городского ЗАГСа. И всем без исключения интересен секрет такого долгого и такого прочного семейного счастья. А секрета никакого и нет. Каждый на своем месте делал то, что необходимо, так сказать, нам обоим. Скажем, что такое? Вот когда дети малые были, для меня было вполне естественно постирать, погладить и все прочее. Она, так сказать, из-за меня. Не было у нас разделения «это твое, это мое». У нас одна семья, одни, так сказать, эти проблемы, одни задачи. В юности Лев Давидович был похож на Райкина. Это все замечали. А вот нашей съемочной группе показалось, что Клавдия Константиновна напоминает Алину Покровскую в легендарном фильме «Офицеры». Причем не только внешне, но и искренней любовью к своему мужу, который покорил ее раз и навсегда. Образованность, доброта. Ворчливость. Ворчливость. Желание помочь всегда. И, в общем, самое главное, самое хорошее отношение к людям. Всегда за нее вступается, всегда их хвалит и всегда желает помочь. Вы гордитесь своим мужем? Да. Он одет такой. Еще дети такие же. И снуки такие же. И внуки. Спасибо. 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 Продолжение следует...